Программа создана при поддержке компании ТМС Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале «Россия-24 Татарстан» программа «Композдоровье». В наших программах мы будем вам рассказывать о диагностике, лечении и реабилитации за рубежом. Каждую неделю в наших выпусках мы будем вас знакомить с врачами лучших турецких клиник. Каждый человек хочет выглядеть молодой и красивой. Сейчас век современных технологий, когда это можно сделать, так как каждый человек, который выглядит здоровым, красивым, молодым, он более успешен. Он успешен и в карьере. И он может себе позволить омолодиться при помощи пластической хирургии. И сейчас об операциях, проводимых в отделениях пластической хирургии, расскажет доктор Умран Иллири. В отделении пластической хирургии нашей больницы в основном проводятся операции эстетического характера. Среди них наиболее часто осуществляется процедура липосакции, подтяжка кожи в области живота, уменьшение и увеличение размеров молочной железы, коррекция формы носа. При нарушении дыхания ринопластику можно совмещать и с другими видами операций. Понятно, что все женщины хотят быть красивыми, они у себя выискивают. Им кажется, что большой нос, большие уши, да? И как бы выискивают в себе эти проблемные зоны. А делаются ли эти операции при косметических дефектах, при каких-то уродствах? Да. В нашей клинике проводится довольно сложная операция. Это достигается путем вовлечения в операционный процесс специалистов нескольких направлений медицины. То есть является результатом командной работы, что всегда ставится на первый план. Имеются случаи обращения к нам пациентов после ранее безуспешно проведенных операций. Именно в таких случаях чаще всего применяются комбинированный метод хирургического вмешательства. Исключительно редко возникает такая патологика, как волчья пасть, заячья губа. Вот при таких случаях детям таким делается операция? Да. Одним из важных видов пластической операции является реконструктивная хирургия. Заячья губа и волчья пасть – это врожденные детские аномалии, которые очень часто встречаются и в нашей стране. Их лечение мы проводим очень успешно. Для избежания проявления ранних сопутствующих осложнений, таких как нарушение речи, нарушение развития лица и челюсти, мы осуществляем работу в команде с детскими врачами, специалистами по нарушению речи, логопедами, детскими хирургами, пластическими хирургами. В нашей больнице успешно проводят как лечение, так и послеоперационное наблюдение и реабилитацию пациента. Вот в моем представлении, когда делают процедуру с масс-лифтинг, да, женщины возрастные делают ее, да, очень длинный реабилитационный период, практически месяц после ваших операций, как быстро идет восстановление? Я обучалась за границей эндоскопическому методу подтяжки лица, поэтому я в основном практикую именно этот вид операции. Принцип и особенность этого метода заключается в том, что он является закрытым способом подтяжки и не оставляет никаких заметных следов и шрамов у пациента. Мы вводим эндоскоп в область волосяного покрова через небольшие надрезы. Срок восстановления после таких операций очень короткий. Через 10 дней пациент может вернуться к нормальной жизни. Эндоскопия проводится под видеонаблюдением, и на лице никаких разрезов не делается. Результат после такого рода операции намного эффективнее, поскольку индивидуальные анатомические особенности человека существенно не изменяются. Пациент в результате становится моложе почти на 20 лет и чувствует себя абсолютно по-другому. На этом видео вы видите нашу пациентку на 9-й день после эндоскопической подтяжки лица и небольшого изменения формы носа. Она очень хорошо выглядит с учетом того, что это всего лишь первая неделя после проведенной операции. На этом видео я объясняю технику проведения операции. Были сделаны небольшие надрезы в области волосяного покрова, которые совсем не видны. Данной пациентке мы проводили эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, коррекцию формы носа, блефаропластику, а также липофилингуб с помощью инъекций собственных жировых клеток. Операция была проведена на ранней стадии возрастных изменений, а это очень важно. Даже на 9-й день, несмотря на отечность, она выглядит просто замечательно. Скажите, пожалуйста, откуда к вам приезжают на эти операции? В первую очередь к нам приезжают пациенты из Европы, США, Канады, Австралии. В общей сложности обращаются пациенты из 42 стран мира. По статистике прошлого года, среди них в основном Англия, Швеция, Канада, США, Германия, Арабские Эмираты, Кувейт, страны Ближнего Востока, Азербайджан, Россия. Хочу отметить, что очень много приезжает граждан Азербайджана и России. Программа «Компас здоровья» продолжается, и мы сейчас находимся в отделении пластической хирургии. И нам очень посчастливилось, потому что мы здесь встретили русскоговорящую пациентку. Она из России, зовут ее Сабина. Сабина, с какой целью вы приехали в эту клинику? Я пришла, чтобы сделать липосакцию, потому что я уже здесь была нынче. Хочу убрать живот, потому что дело ближе к лету, и поэтому я пришла сюда, чтобы убрать живот. Мы посоветовались и узнавали, что самая лучшая больница для липосакции нам сказали здесь, да. И мы не первые люди, кто приезжает сюда и делает здесь липосакцию. Каким образом узнали, что здесь можно провести эту процедуру? Мы спросили у себя, у наших знакомых, что есть ли хорошая где-то клиника, где хорошее и обслуживание, и медперсонал, добрый очень. И сам врач, а врач училась в Америке. И она нам сделала липосакцию в первый раз, нам понадобится, мы сейчас пришли во второй раз тоже. Очень легко вставим из наркоза, и за нами очень хорошо смотрят. Через сколько дней вас уже выпишут? Если честно, они нас могут и в этот же день выписать, и на следующее утро. Очень быстро выписываются. То есть первый раз у вас тоже так же было? Первый раз я, например, выписывала, я вот сделала операцию, и через день выписывалась, и улетела. А вам уже один раз сделали эту операцию липосакцию? Вот были ли какие-то ощущения после операции? Ощущение дискомфорта может быть какое-то, потому что невозможно после операции быть слишком в комфортном состоянии. Поэтому нам дали лекарства, которые, если что, будут усугубиться положение, их принимать, обезболивающие. Но мы их не использовали в своей стране, поэтому особо боли не было. Нормально все было, очень. А проблемы общения есть вот с турецкими врачами? Знаете, как у них есть специальный персонал, который говорит на всех языках, и они подключают к людям. Ну, так как я знаю сама турецкий, мне это не нужно было. Но они подключают людей, которые говорят на турецком и на русском. И как в качестве переводчика. За нас заполняют все анкеты, все объясняют, все. И в этом плане проблем вообще не было. Я вам желаю, чтобы операция прошла ваше удачно и скорейшего вам поздравления. И не выискивайте никаких проблем у себя на теле. Вы очень красивая девушка. Говоря об эстетических процедурах, мы не можем не остановиться над трансплантацией волос, которые являются на сегодняшний день одной из самых популярных и наиболее эффективных процедур среди мужчин, сталкивающихся с проблемой облысения. Сейчас мы находимся в отделении эстетической медицины. Это манипуляционные. Здесь проводится пересадка волос. Доктор сейчас производит забор фолликул, и затем они будут пересажены. Сегодня самым эффективным методом пересадки волос является метод ФУЕ, при котором происходит извлечение фолликулярных соединений из донорской зоны с помощью специального очень тонкого инструмента, позволяющего получать каждый графт с минимальным повреждением окружающей ткани. Благодаря тому, что за один раз извлекается только один волосяной фолликул, эта процедура является наименее инвазивной из всех методов. Пересадка волос фолликулярными объединениями дает максимальный эффект естественности и сводит к минимуму потерю фолликул во время операции. Пересадка волос проводится в несколько этапов и в общей сложности занимает порядка 8-10 часов. На первом этапе перед началом процедуры проводится местная анестезия кожи головы, что позволяет провести весь процесс безболезненно. Забор фолликул осуществляется в течение нескольких часов с помощью маленького аппарата, микромотора, с соблюдением всех условий стерильности. На этом этапе у пациента забирается от 3 до 6 тысяч фолликул. Количество донорских фолликул зависит от размера зоны облысения, в которую их необходимо пересадить. На втором этапе для подсадки волос в зону облысения в коже делаются микропроколы, в которые затем под определенным углом и на определенную глубину помещаются подготовленные микрографты с волосяными фолликулами. На третьем этапе при помощи специальных микропинцетов подготовленные микропроколы заполняются сформированными микрографтами. После окончания пересадки микропроколы кожи заживают быстро и становятся совершенно невидимыми. Спустя месяц волосы выпадают, а затем через 2-3 месяца появляются первые собственные волосы из пересаженных фолликул. А спустя 9 месяцев у пациента совсем не остается прежних следов облысения. То есть сейчас прошел процесс забора волосяных фолликул. Длится он от 2 до 3 часов в зависимости от количества забранных этих волосяных фолликул. Всего процедура в пересадке волос занимает от 5 до 10 часов. То есть практически весь рабочий день. Программа «Компо здоровье» продолжается. И мы сегодня в клинике эстетической медицины в гостях у доктора Есамин Саваш. Есамин Саваш, расскажите, пожалуйста, какие процедуры вы здесь выполняете? В первую очередь хочу сказать, добро пожаловать в нашу клинику эстетической медицины. В нашей клинике выполняются все виды эстетических процедур, направленных на омоложение лица и тела, похудение, лечение кожи при снижении ее эластичности, наличие пигментации и акне, а также другие процедуры, которые не требуют применения обычных операций. Я смотрю, у вас стоит аппарат, из которого вы используете для диагностики или для лечения? Существует множество методов лечения и процедур, которые мы проводим в нашей клинике. Но сегодня я вам расскажу о сфокусированном ультразвуке. Аппарат сфокусированного ультразвука позволяет выполнять подтяжку лица безоперационным методом. Аппарат Ультраскин за счет нагревающих свойств звуковых волн помогает нам укрепить соединительную ткань подкожного слоя тех участков кожи, которые требуют подтяжки. То есть при укреплении соединительной ткани происходит лифтинг, разглаживаются морщины, немного приподнимаются брови, кожа в области подбородка становится упругой, а также подтягивается общий контур лица. Это безболезненная процедура. Для получения хорошего эффекта достаточно одного сеанса. Конечно же, все женщины любят салоны красоты. Сколько процедур нужно пройти для того, чтобы получить эффект? Секмично. Достаточно проводить эту процедуру раз в год, возможно, раз в два года. В зависимости от количества коллагена, содержащегося в коже. Все индивидуально для каждого. Сеанс длится порядка одного часа. Данную процедуру можно сочетать с мезотерапией, инъекциями ботокса, витаминной терапией, лазерным омоложением. В таком случае общий эффект сохраняется еще дольше. Какие противопоказания к этим процедурам? К противопоказаниям мы можем отнести аутоиммунное заболевание. В остальных случаях противопоказаний нет. Процедура подходит для любых типов кожи и для пациентов обоих полов, у которых наблюдаются проблемы с контуром лица и эластичностью кожи. Очень часто в нашу клинику обращаются и мужчины. Итак, процедура начинается. Сначала очищается лицо. После общей очистки лица отмечают участки, на которых будет воздействие с помощью аппарата. Делается специальное обозначение карандашом, так как не на всех участках можно проводить процедуру. Сама процедура безболезненная. Пациент ощущает легкое покалывание, поэтому анестезия не проводится. Процедура выполняется сначала на одной, потом на другой стороне лица. Процедура закончилась, я хочу одеть перчатки и посмотреть одну и другую сторону. Кожа в этом месте подтянулась, носогубная складка разгладилась, улучшился общий тонус кожи. Мы видим, что процедура приблизительно занимает один час. Мы показали лишь первые 10-15 минут. Я думаю, сейчас, когда продолжат и сделают процедуру на второй половине лица, наша женщина помолодеет лет на 10. Помимо эстетических процедур, важное значение имеет пластическая хирургия, в том числе реконструкция молочной железы. Операция по восстановлению молочной железы проводится при отсутствии либо слабом развитии молочной железы. А также, помимо этого, проводится удаление железистой ткани после онкологического заболевания. Форма и размер импланта подбирается индивидуально для каждой женщины, учитывая ее конституцию. Если проводилось удаление железы, то применяется первый вид импланта в форме капли. При врожденном отсутствии имплант овальной формы. Данную операцию проводят тремя способами – через надрез под молочной железой, через надрез у соска или у подмышечной впадины. Эстетика молочной железы может также подразумевать и операцию по уменьшению молочной железы и подтяжке груди. Если у пациентки имеется онкология на ранней стадии, то можно провести сразу комбинированную операцию. Сначала удаляется опухоль вместе с железой, а далее восстанавливается форма груди с помощью силиконового наполнителя. Но на более сложных стадиях онкозаболевания, в случаях проведения химиотерапии или радиотерапии, мы устанавливаем импланты только после полного завершения лечения. Пытаясь самостоятельно найти хорошего врача за рубежом, вы зачастую теряете драгоценное для вас время. Компания ТМС помогает из множества больниц и докторов оперативно найти подходящий вариант – организовать ваш авиаперелет и проживание в Турции по доступным ценам. ТМС – команда профессионалов. С 1993 года ТМС организовывает лечение и экстренную медицинскую помощь и в Турции, и по всему миру. Оказывает круглосуточную поддержку на родном для вас языке. Врачи компании ТМС предоставят вам бесплатную консультацию, а изучив ваши медицинские документы, предложат вам по доступным ценам качественное лечение у лучших докторов и практикующих профессоров Турции. Компания ТМС создает для вас условия спокойствия и комфорта. ТМС – ваш надежный помощник и консультант в Турции. Звоните круглосуточно 233-4-231. Программа создана при поддержке компании ТМС – Turkish Medical Service. А на этом программа «Композдоровье» завершается. А на следующей неделе вас ждут новые встречи с врачами лучших турецких клиник. И помните, что Турция – это не только пляж и море, солнце и вода. Это, безусловно, медицинское обеспечение на самом высоком европейском уровне. До новых встреч! Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова